В этом году свой 60-летний юбилей отметил наш коллега-радиожурналист, ведущий программ на гайском языке «Радио России» Хусин Абазов. С юбиляром встретился Али Буташев. Только текст радиопрограммы, твой голос и микрофон, через который производится запись. Радио в FM-диапазоне, современное оборудование и качественный звук. Сейчас это кажется привычным, но раньше было по-другому, вспоминает юбиляр. Вот первый год, когда я работал, мы работали на таких бобинах. Это, конечно, неудобно. На такой бобине можно было записать 20-25 минут. Сейчас уже современная техника, конкретные маленькие портативные диктофоны. Конечно, есть ряд удобств. Хусин Абазов работает на радио с 2003 года. Он радиожурналист и ведущий программ на ногайском языке. Таких, как «Эхо войны», «Азори здесь тихие», «Заланью охотятся утром», «Маметекей», «Радуга» и многих других. Профессионал. Он очень хорошо знает свою работу. И самое главное, он любит ее. Отдельно, наверное, стоит рассказать о том, как он относится вообще к своим передачам, к подготовке передачи. Он выбирает всегда оригинальное название. Его названия передачи, они всегда оригинальны. То есть одинаковых или похожих вы никогда не найдете. Это тоже часть работы, которая у Хусина Якубовича какая-то своеобразная. Она своя. Он привык к тому, что каждой передаче нужно отнестись очень серьезно. Он долго готовится, подбирает названия, подбирает музыкальное оформление, текст, респондентов. Они всегда интересны. И я думаю, что радиослушатели тоже всегда с нетерпением ждут передачи Хусина Якубовича. А еще Хусина Базов старается внести в передачу изюминку, особенно если она предназначена детской аудиторией. Каждый герой говорит своим голосом, но всех персонажей озвучивает автор. К примеру, чтобы создать впечатление об оккупации, сам записывает реплики фашистов, накладывает лай овчарок и получается оригинально. Важно, чтобы слушателю было интересно, говорит Хусин. Обратную связь я всегда получаю. Я с Шахарой еду в Черкес. Естественно, меня по дороге подбирают. Там у них есть маленькие приемники. Они говорят, что вчера мы тебя услышали, что-то понравилось, что-то не понравилось. Иногда просят, чтобы я скинул на флешку. Ну и гости, которые приезжают, в основном они просят какие-то интересные передачи, чтобы я записал. Больше всего автор любит делать передачи, рассказывающие о защите Отечества и детские радиопрограммы. Подробнее ознакомиться с творчеством Хусина Абазова просто. Настройте радиоприемник на волну Радио России. 91,2 FM. Вещание ежедневно с 13 часов по московскому времени. Али Баташев, Расул Бердеев. Вести Карачаева, Черкесия. Корректор А.Кулакова